За это служение. Слава Господу, братья, сестры. Слава Господу. Господь благословил нас до этого времени. И мы благодарим Господа, что Господь позволил нам собраться. Сколько молодежи, столько братьев и сестер, столько приехавших, которые руку подняли. Господь и вам помог. Хвала нашему Господу. Господь и нам помог в своем времени. Такие железные занавеси были. Двери закрыты. Хоть мы их уже здесь много, 30 лет тому назад. Но никто раньше не думал, что они откроются. И сейчас, братья и сестры, это Божья милость. И это служение, это Божья милость. И тот, что мы в этом служении, это также Божья милость. Читаем местописание, которое представлено сегодня, как тема для нашего служения. Это 22-й Псалом, 6-я глава послания апостола Павла Крымлина. Ибо ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возьмешь за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Братья и сестры, давайте обратим внимание на начало стиха, 22-го, 22-й стих. Ибо ныне, когда вы освободились от греха, мы освободились от греха. Вот каждый. Давайте проверим себя. «Я от греха освободился» – это первый шаг – освободиться от греха. Если мы не освободились от греха, тогда что дальше, если грех живет в нас, что мы будем делать? Мы пели псалом для труда на Ниве Божьей, мы готовы все отдать. Готовы все отдать? Братья и сестры, Господь употребляет тех, которые освободились от греха. Это тяжело. Вы знаете, беседуя с вами, молодым им не приходится очень много беседовать. Я стараюсь вас понять. Я стараюсь опуститься на ваш уровень. Вот почему, брат и сестра, вот так поступили? Почему так сделали? А потом ставлю… А если бы я был на такой… Как бы я поступил бы? И знаете, мне вас легче понять тогда. Когда я ставлю себя на ваш уровень. Вот как бы я поступил бы? Когда мне было бы 16, 17, 18, 20 лет. По-другому. Или так само, или хуже. Братья и сестры, наша задача, как старцев, как служителей, помочь вам, молодежи. Было время, когда братья нам помогали. Да, может, строго с нами говорили. Может, бывало, мы их не понимали. Почему так? Почему, братья, то требуют, зато говорят. Прошло время. Понимаем. Переживали за нас. Говорили, беседовали, вещевали, строго говорили. Переживали. И уже их нет. Но я благодарю Бога за эти братья. Братья и сестры, Господь им давал на сердце, что нам говорить, как с нами беседовать. И Господь нас хранил. И прошло время. И бывало так, мы с женой сядем, вспоминаем молодость нашу, с детьми. Бывает, передаем им, говорим. И когда задаемся вопрос, а то, что братья нам говорили, мы все понимали? Нет, все не понимали. Хорошо, что слушали. Очень хорошо, что слушали. А сейчас понимаем, почему они так говорили нам. Братья и сестры, освободиться от греха – это начало нашей духовной жизни. Там написано дальше, мы читали, «Ибо возмездие за грех – смерть». Кто не освободился от греха – это проблема. Это грех. Дочери Салабаата приходят к Моисею и говорят, «Наш отец умер в пустыне, но он умер не по делу Кореевому, но за свой грех умер наш отец». Сколько сегодня людей, которые вокруг нас живет в этом мире, работаем вместе, учимся вместе с ними, и которые не освободились от греха. Мы видим их действия, мы видим их слова, мы видим их дела, поступки, их жизнь мы видим. Какое благословение человека молодого, брата и сестры, который освободился от греха. Братья и сестры, как я говорю, нелегко освободиться от греха. Нелегко освободиться, но надо это сделать. За нас никто не сделает. Помогти помогут, но за нас никто. Я должен освободиться от греха. И Господь, когда был на земле, Он много говорил об этом. Он говорил народу, «Отсеки свою руку! Отсеки свою ногу! Освободись от греха! Вырви свой глаз! Освободись от греха!» Почему? Потому что, если будет в этом глазу проблема, в озеро огненное попадешь, с рукой, которая хочет что-то брать не твое, с ногой, когда она идет туда, где не надо, заведет тебя в погибель. Освободись от нее! Да, Господь не говорил, «Отсекайте!» Это как аллегория такая. Просто оставь это! Удали это! Братья и сестры, есть такое выражение, «Если ты пожалеешь грех, он тебя никогда не пожалеет!» Никогда не пожалеет! И сегодня цель наших молодежных служений, для того, чтобы мы уехали не такие, как мы приехали, освободиться от греха. Братья и сестры, освободиться от греха, то надо поработить самого себя. Дальше, Боже Слово говорит, поработить Христу. Другая тема. Может, когда-нибудь будет говорить об этом, что значит раб Господа Иисуса Христа. Столько сегодня людей, которые указывают, что Господь должен сделать, утром встают и вечером, «Боже, ты сохрани, ты благослови, ты укрепи, ты…» «Братья и сестры, это что я должен сделать?» Мне Господь говорит, освободиться от греха, я это не делаю, а Господу указывает, что он должен делать. Или пресвитеру, или диакону, или маме, отцу. А Господь мне говорит, освободиться от греха. Пастырь, диакон, проповедник, Христ, регент, пророк, все, братья и сестры, это всем касается. Мне говорящему, в первую очередь, мне тоже легко освободиться от греха? Нет, не легко. И краснею, и плачу, но стараюсь освободиться от греха. Имея сегодня дезиновение, говорить вам, братья и сестры, молодым, как важно сегодня молодежи освободиться от греха. Боже слово говорит, вырвай, убегай, умертви, отложи, удались от греха. Победи, и если ты не победишь грех, он тебя победит, он тебя умертвит. И сегодня, братья и сестры, это слушание, чтобы мы не уехали такими, как я говорил, как мы приехали. Братья и сестры, однажды Господь говорил народу израильскому через Божьих мужей, Неемия, Езра, когда узнали, что народ смешался с иноплеменниками, молодые юноши брали себе дочерей языческих, дочеря Божьего народу, выходили замуж за юношей других народов. и священник узнал и начал рвать волосы на голове своей. Что делать? Господь от нас отступит, потому что мы смешались с языческим народом. И когда увидели, что делали священники, братья, с нас начинается. Когда увидели народ, когда увидели, что делали священники, и подошли, и говорят, есть надежда. Перестань плакать. Одежда разорвана. Прах на голове. Есть надежда. Мы освободимся. Мы отпустим жен. Мы отпустим детей. Пусть будет так, как сказал Господь. Братья и сестры, легко было это сделать? Очень тяжело. Отпустить жен. Отпустить детей. Но мы освободимся от греха. Дорогие братья и сестры, сегодня освободиться от нехристианской одежды. Легко? Это нам слово. Сегодня освободиться от красок. Это легко? Сегодня освободиться от ненужных, ствердных слов. Дорогие братья и сестры, юноши и девицы, христиане, те, которые в этом служении, те, которые смотрят и слушают нас. Это легко? Освободись от всякого беззакония. Дорогой юноша, девица, освободись от интернета, этих грязных сайтов. Освободись от спиртного. Освободись от всего нечистого. От этого мира. От музыки. От пения. Не христианского. Освободись от этого. За тебя никто не будет и меня освобождаться. Одному брату, мы с одного города, как-то я беседовал с ним, и он говорит, он же вел такую жизнь, знаете, не скажу, что мирскую, но беспечную. И однажды говорит, я вижу сон. Я живу впереди Христос. И я к нему хочу подойти, и меня что-то не пускает. Я поворачиваюсь, говорит, мой телевизор, который в шкафу с поломанной ручкой, держит меня, как цепь привязанная, за цепь держит меня. Я Христос, он меня не пускает. Почему? Не освободился. И говорит, я встал, в страх пришел и освободился от него. Показал ему, где он должен быть. Братья и сестры, сегодня наша задача освободиться, брат, от греха и беззакония, сказать нет. Я больше не буду. Я в этом служении молодежном даю обещание Господу больше не смотреть, больше не говорить, больше не слышать, больше не ходить, больше не брать, больше не посвящать те места, которые я раньше посвящал. Освобождаюсь от беззакония и исповедуюсь этому. Братья и сестры, какое благословение придет, если мы освободимся от греха, если Господь даст нам силы сказать греху нет. Однажды я говорил в служении, сила сказать нет. Это нужна сила, братья и сестры, чтобы сказать нет. Греху, друзьям, беззаконию, сказать нет. И я знаю, что в этом служении мы делаем такое пред Господом, внутреннее обещание, больше не буду. Братья, дай Боже силы, чтобы мы твердо остановились в этом. Я помню, братья и сестры, когда я выходил из дома пресвитера в первый раз в своей молодости, как тяжело было освободиться. Чтобы вы видели, как брат Виктор шел к пресвитеру, это было интересно смотреть. И шел, и возвращался, и потом решал к другому идти, который лучше поймет, и снова назад возвращался, пока Господь не дал мне силы. Братья и сестры, я понимаю, что это нелегко. Враг старается всема силами сделать так, чтобы мы не освободились от греха. Он скажет, так всех поступают. Он мне так говорил, лукавый, в мыслях. Говорит, да ты лучше того, ты лучше того, того лучше. Если они в рай попадут, ты тоже. И я себя успокаивал на некоторое время. Братья и сестры, и он сегодня говорит, что ты к пастору пойдешь, он всем расскажет, завтра с кафедрой будет проповедовать. Мне тоже так говорили. Да, братья и сестры. Но я помню, когда я просил у Господа силы и пошел к служителю и открыл свое сердце, открыл свою боль, свою тяжесть, когда я выбросил все ненужное. И помню, я, наверное, о вас говорил в отслужении, когда я вышел на улицу, посмотрел, солнце по-другому светит, деревья по-другому растут, и изнутри вырвало слово, только сегодня мое имя вписалось в книгу жизни, освободился от греха. Аллилуйя! Освободился от греха, твоя душа запоет, брат и сестра. Освободился от греха, жизнь поменялась. Отца любишь, мать любишь, друзей. Хочешь доброе дело сделать, Господь вселился в нашу жизнь. Грех ушел, удалилась беззаконие, беспечность, нечистота, разврат и всякое непотребство. Освободились от греха. И если мы освобождаемся от греха, мы стоим рабами нашему Господу. Мы не выбираем работы. Господь нам... Мы готовы все делать, что Господь нам как раб. Все делать, что Господь нам даст. И в этом радость, в этом утешение, в этом благословение. Мы есть... Господь говорит, не рабы. Мы дети всемогущего Бога. И чувствует наша душа и внутренность наша говорит нам, что мы есть дети Божьи. И Господь есть нас... И когда придет Господь, Он везет нас к себе. Всех, которые освободились от греха. Братья и сестры, это нужно сделать сегодня, во время этого служения, после этого служения, не ехать домой с грехом, с беззаконием, когда совесть нам говорит, тебе нужно, необходимо это сделать. А мы говорим, завтра, послезавтра. Это враг душ человеческих успокаивает нас. Завтра сделаешь. Братья и сестры, а может завтра? А может завтра не придет? А может завтра не наступит? Братья и сестры, Господь не присутствует в этом служении. И милость Божья, и Господь сегодня говорит нам, освободись от греха. Давайте склоним колени, помолим нашему Господу, попросим благословения. О Дух Святой,